Фермеры теперь могут строить жилые дома на сельскохозяйственных землях, которые используют. Федеральный закон, дающий такое право, вступил в силу с марта. Это очень важное и долгожданное изменение, имеющее высокую социальную значимость. Причем регионам дали право самостоятельно определить муниципальные образования, в которых не будут действовать новые правила. Почему такая норма долго не принималась и на каких условиях можно построить дом на сельхозземлях, узнаем прямо сейчас. У нас в студии Юлия Яцинишина, заместитель руководителя управления Росреестра по Белгородской области. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему этот закон так долго не принимался? Да, действительно, длительное время данный закон находился в замороженном состоянии, начиная с 2018 года. Напомню, ранее строительство домов на сельхозземлях было запрещено, что не позволяло фермерам проживать в непосредственной близости к своим хозяйствам. Эти жесткие меры, которые введены были государством, были обусловлены рядом причин. Во-первых, сохранением невосполнимого нашего природного ресурса этой земли. И, во-вторых, обеспечением правовой защиты земель сельхозназначения от распространяющихся случаев использования таких земель не по их целевому назначению. Я так понимаю, сейчас урегулирован механизм, который будет ограждать от подобных вещей. И, наконец, фермеры дождались принятия этого закона. Они его долго ждали. Скажите, какие плюсы он несет для фермеров нашего региона? Ну, тут, конечно, возможности широкие. И главная возможность заключается в развитии инфраструктуры отдаленных сел, деревень, сельских территорий. То есть, это возможность подводки газа к фермерским домам, прокладки дорог. И что существенно сократит отток сельских жителей в города. Да, действительно, логично. Скажите, а сколько у нас таких земель в регионе? В Едином реестре недвижимости по Белгородской области порядка 137 тысяч земельных участков сельхозназначения. Скажите, есть ли какие-то условия, ограничения? Да, условия закон предусматривает. Это связано со строительством на данных землях. То есть, можно построить один дом площадью не более трех этажей и площадью не более 500 квадратных метров. Причем, площадь застройки на земельном участке не должна превышать 0,25% от площади всего земельного участка. И данный закон содержит запрещающие нормы по уменьшению площади сельхозземель, связанные с разделом такого участка на несколько участков. За исключением, конечно, случаев изъятия таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд. А вот скажите, есть ли такая ситуация, что фермер уже вдруг перестал заниматься фермерством? Что делать с жильем, которое построено на сельхозземле? И, например, может ли жилье по наследству передаваться? Да, в случае прекращения деятельности крестьянско-фермерского хозяйства, все имущество такого хозяйства подлежит разделу между его членами по правилам, установленным Гражданским кодексом. По общему правилу, имущество между членами делится в равных долях. Наследование осуществляется тоже по общим правилам, но с рядом особенностей. Если наследник не является членом такого крестьянско-фермерского хозяйства, у него есть два пути. Первый путь, он либо вступает в такое крестьянско-фермерское хозяйство и продолжает деятельность наследодателя, либо у него есть возможность получить денежную компенсацию, которая будет эквивалентна наследованной части имущества. А если наследников вообще нет, то такое имущество признается выморочным и переходит к государству. А что делать, если просто фермер закончил свою деятельность фермерскую, но хотел бы остаться жить в этом доме? Это возможно? Нет, тут как раз таки распространяются случаи использования дома для тех ситуаций, когда именно крестьянско-фермерскую деятельность осуществляется. Скажите, а что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать право на фермерский частный дом? До 1 марта 2026 года осуществить кадастровый учет и регистрацию прав на фермерские дома можно по правилам дачной амнистии. То есть потребуется технический план такого строения и правоустанавливающий документ на земельный участок, если ранее право не было зарегистрировано в едином реестре недвижимости. Юлия Александровна, спасибо большое за то, что вы разъяснили новые нормы закона. Будем надеяться, что фермеры теперь будут активнее строиться, ну а соответственно и активнее вести свое фермерское хозяйство. Надеемся.